АЛКОГОЛЬ Для жителей всего мира алкоголь неотъемлемая часть имиджа русских. Масштабы его употребления в России не сравнимы ни с одной другой страной. Найти российскую семью, в которой бы не было ни одного человека, регулярно употребляющего спиртное, почти невозможно. Водочный бизнес – один из самых успешных в стране. Русская водка, без которой немыслимо ни одно застолье, не воспринимается нами как обычный продукт. Она гораздо большая. Способ общения – спасение от скуки и проблем, развлечение – лекарства. Мифы огненной воды развенчивались не раз, но, как показывает практика, нет ничего устойчивее этих мифов. По мировой статистике, главные факторы резкого снижения продолжительности жизни в России и странах бывшего СССР в конце 20 века – хронический стресс и нездоровый образ жизни. То есть малокачественной пищи, недостаток физической активности и пагубные привычки курения и злоупотребления алкоголя. Алкоголь – это легальный наркотик. Он вызывает настоящую зависимость. Понять, когда человек перешагнул грань употребления спиртного для аппетита, для настроения, за компанию и оказался в плену привычки – просто. Главный признак зависимости – когда человек начинает искать повод для того, чтобы выпить, когда он начинает принимать алкоголь, чтобы хоть чем-то занять себя. Когда подростки собираются в группу, им уже больше нечего делать, как только выпить пиво, то это уже формирование психической зависимости к алкоголю. Психологическая зависимость – не что иное, как первая стадия развития хронического алкоголизма. На второй к ней присоединяется зависимость физиологическая. Ее первый признак – похмелье или обсинятный синдром. На второй стадии алкоголизма уже начинаются социальные проблемы. Это проблемы в семье, проблемы на работе, проблемы в взаимоотношении. Вот в этой стадии еще можно лечить и можно от этого избавиться. Когда человек переходит уже к третьей стадии, избавиться от этого уже невозможно. В среднем допиться до второй стадии зрелый человек может за 10-15 лет регулярного употребления алкоголя. У подростков все происходит гораздо быстрее. У нас были случаи формирования второй стадии в течение года. На третьей стадии развития алкоголизма изменения в организме уже необратимы. Человек деградирует, наступает слабоумие, распадается личность. Нормально? Минал! Забида! Отлично! Просто хорошо вообще! Существует мнение, что небольшое количество алкоголя даже полезно для здоровья. Например, если принимать по пол бокала красного сухого вина каждый день как лекарство, то человеку это пойдет только на пользу. Вот точка зрения медиков. Если это натуральное красное вино, которое далеко не всем нашим жителям по карману, то, наверное, в этом вреда и не будет. Но никто не даст гарантии, что вы, выпивая каждый день по бокалу вина, в течение, допустим, двух месяцев, потом не перейдете на два бокала, на три, потом бутылка, а потом пошла. Потому что этого сказать не может никто. И далеко не каждый человек в состоянии удержаться на этом полбокала или бокала в день. Основная масса, если начинают так регулярно пить по бокалу, в конечном итоге заканчивают бутылкой. Главный вред исходит не от качества, скажем так, спиртного напитка, а от количества выпитого. По статистике, сегодня в России регулярно употребляют алкоголь больше половины восьмиклассников, две трети девятиклассников и 81% учащихся старших классов. Подавляющее большинство с разрешения и одобрения собственных родителей. К сожалению, даже многие родители не считают, что ребенок в 16 лет, если он пьет пиво, они считают, что это нормально. Для организма подростка, который еще полностью не сформировался, алкоголь – серьезная помеха. Был у нас случай, когда две девочки, 12 лет, решили попробовать потихоньку у вина. Они выпили по полстакана, на одной девочке ничего, а вторую девочку, слава богу, вовремя доставили в отделение реанимации. И с чудом просто спасли жизнь. Настолько сильно у него было алкогольное отравление, вот даже с полстакана сухого вина. Стационарное отделение Щелковского наркологического диспансера практически всегда переполнено. Существенная часть пациентов – молодежь. И это, как говорят врачи, тенденция последних лет. Самое плохое в нашей работе, самое плохое, что сейчас люди молодого возраста очень часто к нам поступают. То есть один и тот же человек может в течение года и пять, и шесть, и семь раз попасть. И попадает, будем так говорить, в таком состоянии, что когда он выходит из этого состояния, мы говорим, вот мы тебя спасли в этот раз, в следующий раз, то есть ты можешь просто погибнуть. И изменение такое в психике человека, что человека даже не страшит слово смерть. Ленка – любительница самогона, когда он хороший самогон, на самом деле. Ленка сама делает. Рюмашку вторую – нормально. Не, на самом деле пить – это плохо. Нужно пить по праздникам и не увлекаться. Очень страшно. У нас встречаются уже дети, я скажу, 10-11 лет, которые уже не просто пробовали, а уже периодически употребляют алкоголь. 98% хронических алкоголиков, состоящих на учете в Щелковском наркологическом диспансере, начали употреблять алкоголь в подростковом возрасте. Каждый человек имеет право распоряжаться собственным здоровьем и даже жизнью, если это не ущемляет права других людей. Только говоря об этом, люди часто забывают о том, что их личное здоровье неизбежно скажется на здоровье их детей. А дети вряд ли поблагодарят своих родителей за такие подарки. По статистике, от 10 до 20% новорожденных с умственной отсталостью результат употребления алкоголя мамами во время беременности. Печень эмбриона не справляется с поступающими взрослыми дозами алкоголя и формирование маленького организма искажается. Иногда мудрая природа предотвращает рождение заведомо неполноценного ребенка, но чаще всего пьяная беременность заканчивается страшным подарком. Наиболее характерны – это пороки развития сердца, неправильное развитие пальцев, их сращение, увеличение их количества или неправильное их расположение, недоразвитие ногтей, дисплазита забедренных суставов, пороки развития половых органов, взращение анального отверстия, может быть, гемангиомы или избыточный волосяной покров и другие. В основе каждого алкогольного напитка лежит спирт. По сути, они отличаются друг от друга только вспомогательными веществами, и именно от этих добавок зависит эффект и отдаленные последствия злоупотребления этими напитками. Доказано, что пиво тяжелее, чем даже водка, поражает клеткой головного мозга и, соответственно, интеллект, нарушает психику в целом, и не только ее. Но пивной алкоголизм, он вообще отличается одной особенностью, что очень сильно пиво и те вещества, которые в нем содержатся, воздействуют на сердечно-сосудистую систему. Пивной алкоголизм развивается тогда, когда человек уже, ну, чаще, конечно, это взрослый, начинает пить не менее 5-6 бутылок в день. Вот эти люди, которые уже развивались до такой степени пивной алкоголизм, они не проживают больше 4-5 лет, потому что в конечном итоге сердечно-сосудистая система, мышцы сердца атрофированы настолько, что сердце превращается просто в бесформенный мешок и не в состоянии перекачивать кровь. У медиков даже существует специальный термин – пивное сердце. Органы, изъятые у хронического алкоголика, который скончался, у которого наблюдался при жизни хронический алкоголизм, и который скончался от болезненных изменений в сердце. Мы видим резкое увеличение в размерах сердца, причем оно приобретает такую округлую, шаровидную, даже полушаровидную форму, вот, и тоже отличается примерно, ну, в полтора-два раза по размерам и массе от нормального. Ребята, я вам гарантию даю, блядь. Ну вы все, блядь, идиоты, блядь. Я сдухну сейчас у вас. А потом возьмите термин сумку, там все написано. Я ехал, я, что, ехал по дороге. Пьяные могут казаться забавными, нелепыми, добродушными и глуповатыми. Но не всегда и только со стороны. На дороге нет ничего страшнее, чем пьяный за рулем. Валерий Александрович, стойте на ногах, Валерий Александрович. Руки убери, блядь. Сматывай, не ругайтесь. Руки убери. Идем к врачу. Белая горячка или алкогольный делирий – наиболее часто встречающаяся форма алкогольного психоза. Это расстройство сознания сопровождается аффектом страха, зрительными галлюцинациями, психомоторным возбуждением и другими нарушениями деятельности организма. Белая горячка – осложнение хронического алкоголизма. Ее может спровоцировать все, что угодно – стресс, вынужденное воздержание от привычного и регулярного приема спиртного или сильная алкогольная интоксикация на фоне запоя. Ее появление – верный признак приближения третьей и последней стадии алкоголизма. Человек, впавший в это состояние, человеком быть перестает. Он может сделать все, что угодно. Мы всегда предупреждаем родственников, у тех, кто перенес психотическое расстройство, что в следующий запой может дать такое же состояние. Долго не ждите. Сразу обращайтесь за медпомощью, потому что в этот раз он увидел чудовище и пытался сам, допустим, обороняться. А в следующий раз он в вас увидит это чудовище. Больной вроде поступал в приемном покое, мирно, дружелюбно разговаривали мы с ним. Когда его привели в палату, значит, он испытал чувство страха, как он нам потом объяснил, что он увидел какое-то чудовище, которое может его убить. И невзирая на то, что в палате он видел решетку и стекло двойное, он у нас разбил стекло, сам порезался. И с этим стеклом, с куском громадного стекла он бегал за медперсоналом. Раньше белая горячка была едва ли не экзотикой даже для работников отделения неотложной помощи наркологического диспансера. Сегодня ежедневно с этим диагнозом сюда поступает 5-6 человек. Возраст больных с алкогольным психозом тоже изменился. Прежде им страдали люди около 50 лет. Сегодня самому старшему больному, которого приняли с белой горячкой, 76. Самому юному 15 лет. Если в месяц 2-3 психоза, мы считали, что это много. Сейчас у нас буквально на днях скорая помощь привозит по 2 человека сразу за один присест с алкогольным психозом. То есть у одного это змеи, а другой сидит в это время, что там электрический ток через него пропускает. Однако, как показывает милицейская статистика, для того, чтобы совершить преступление, не обязательно допиться до чертиков. Алкоголь и в гораздо меньших количествах повитуха насилия. Большая часть тяжких преступлений совершается под градусом. Молодая девушка после совместного распития спиртных напитков, совместного отмечания 7 ноября с пожилым человеком, не являющимся ее родственником, после того, как дедушка попросил ее вернуть ему долг, 500 рублей, который якобы она у него давным-давно занимала, который, естественно, она его пропила, купив самогон, вот она избила его палкой, находящейся в доме у покойного. Палка эта была, представляется, черенок от лопаты. В ходе этого избиения данную палку она об дедушку сломала напополам на две части. И после этого, испугавшись того, что дедушка заявит о том, что она избила его в милицию, в милицию она пухным ножом нанесла ему где-то не менее 11 ударов ножом в грудь, в шею. Вот, после этого она перерезала ему горло, вот, и до вершения всего она отрезала ему ухо. Вот, как бы, нам вопрос мой и оперативников, как бы, зачем ухо отрезало? Она, пожимая плечами, ответила, что для коллекции. Это все, что осталось от девушки, которая неправильно выбрала компанию и способ досуга. С приятелем она пошла в гости к знакомой семейной паре, выпивали, потом хозяева легли спать. Потом я сначала просто услышал, ну, как, сквозь сон как-то я услышал, что вот, не трогай меня, не убивай. Вот, и потом, это кто? Это женский голос был. Потом я услышал удары. Он сказал, я убил ее. Я говорю, не убил, она живая еще лежит. Я говорю, она хрипела, лежала, вот, в это время. Он сразу молча пошел, вот, пока я его пила водку, слушаю, опять удары. Мертвое тело девушки пролежало в квартире несколько дней, пока теплая компания не вышла из запоя. Дальше мы купили пакеты. У меня, кстати, там еще даже остались пакеты, если желаете, знаете, сколько. Купили пакеты, порошко и, это, резиновые перчатки и хлорки. Сначала мы пошли на Калязьму, где старый мост, вот, где вот фабрика, фетровая фабрика, вот. Вот, а потом мы пошли, понесли в Жигалово, вот, там нашли машину, и на машине уже отвезли на ЖБК, на речку тоже с Мастаскиным. Когда на следующее утро они приходят в себя, вот, и с ними уже можно беседовать, и начинаешь, как бы, стараешься понять логику преступника, да, что им двигало. Ну, в большинстве случаев, в подавляющем большинстве случаев, оказывается, что люди говорят, да мы, да как же это, да мы не могли такого сделать. Или же, да вот, я, им там, допустим, показываешь фотографии, да, рассказываешь, и для многих людей это шок. Если человек находится в состоянии алкогольного опьянения, либо наркотического, то это никоим образом не влияет на квалификацию преступления и не является смягчающим вину обстоятельством. Труднее всего приходится членам семьи алкоголиков, ведь первую волну их агрессии на себя чаще всего принимают именно они. Эта женщина много лет страдала от пьющего мужа. Выпив, он бил ее, издевался, грозил сделать инвалидом и, в общем-то, в этом преуспел. Однажды она, защищаясь от пьяного спутника жизни, ударила его первым попавшимся под руку предметом. Им оказался нож, и одного единственного удара хватило на то, чтобы агрессивный супруг истек кровью и умер до прибытия скорости. Женщину осудили на полтора года условно. Суд вошел в ее положение. Он меня резал два раза, два раза на операции была. Как вы для себя считаете, чем бы могло закончиться вот это вот избиение? Вот если бы вы, скажем так, не нанесли ему ножевого удар, по вашему мнению, почему бы все это было? Я не знаю, наверное, он меня, наверное, убил. Потому что он бы тягать калеку вообще, чтобы ты из дома не убегала. Алкоголь в малых дозах содержится в организме каждого человека. Поэтому существует некоторое количество, принимать которое можно без ущерба для здоровья. По данным Всемирной организации здравоохранения, это 50 грамм чистого спирта в день. Беда лишь в том, что еще никому не удавалось ограничиться этим количеством спиртного. Человеку свойственно дозу наращивать. Избытки, особенно принимаемые регулярно, уже токсичны. То есть, в первую очередь, поражается печень, как орган, фильтрующий кровь, и все, что в ней, в том числе и алкоголь. Следом наступает поражение почек, тоже как орган, второй фильтр в нашем организме. И наступает поражение сердца, безусловно, как непосредственно в результате токсического действия самого алкоголя, избытков этого алкоголя, скажем, сердечного мышца, так и в результате опосредованных влияний, так как большие дозы алкоголя приводят к спазму периферических сосудов и повышают артериальное давление. Первый удар алкоголя на себя принимает печень, природный фильтр организма. Так выглядит печень алкоголика. Дряблость печени характерна, мы видим, как вот тут участок западает. Она как бы глинистая, видите, при нажатии остаются такие ямки. А здесь она более как бы держит форму, более укропая. Такая печень со временем переходит в цирроз при продолжающемся злоупотреблении алкоголем. Просто в данном случае первым, как бы, слабым звеном оказалось сердце, и человек умер от алкогольной кардиомепатии. А, так сказать, печень в этом случае не дашь, как бы, ее процесс изменений не достиг этой фазы цирроза. В случае цирротического изменения она может еще больше увеличиться в объеме. Цвет прежний сохранится желтый, но поверхность уже не такая гладкая, блестящая, как здесь. Она матовая и бугристая. От хронической алкогольной интоксикации страдают не только внутренние органы. Изменяется личность человека, и, как везде, где наследил алкоголь, неисправимо. Сначала разрушается самая тонкая часть психики – воля, моральные принципы, память. В характере алкоголика появляются лживость, грубость, жестокость и равнодушие. Потом спиртное становится центром вселенной. У человека остаются лишь примитивные животные желания – поесть, поспать и, конечно, выпить. По иронии судьбы, понимание того, что происходит беда, к жертвам алкогольной зависимости приходит слишком поздно. 90% пациентов наркологического диспансера пришли туда лечиться по собственной воле, но шансы снова стать нормальными людьми есть меньше, чем у половины из них. Сергею 56 лет. Практически всю жизнь с небольшими промежутками он живет в стационаре. Лечиться пришел сам, когда понял, что самостоятельно остановить череду запоев ему не под силу. Начинал, как все, с дружеских посиделок. Как это произошло? Ну, как помаленько, с ребятами, перед парком, перед танцем. Перед танцем. Ну, как обычно? С чего начинали? С красного. С пивка. Алкоголь разрушил все в жизни Сергея. Он потерял работу, затем семью, потом дом. Сейчас он на последней стадии развития алкоголизма. Говорит коротко и односложно, не в силу характера, а потому что иначе уже просто не может. Врачи говорят, что здесь же в диспансере он и умрет. Что мешало бросить вот эту погубную привычку? Жизнь. А что жизнь? Вот здесь не палатки, там не палатки. Ну, не палатки в жизни. Бывает у всех. Ну, ведь не все страдают этим заболеванием. Ну, при чем тут все, не все. Ну, бывают праздники, бывают здесь. У русских как? Что неделя, то и праздник. 10% всех обращений в скорую помощь по поводу детских отравлений вызваны алкоголем. Это уже почти аксиома. Это уже почти аксиома. Если впервые наркотики дети обычно пробуют в уличной компании, то алкоголь в семье. Для кого-то это глоток шампанского на Новый год, для других часть жизни едва ли не с рождения. Как мне мама говорила, у меня с папой был алкоголик с сестрой. Когда мама была на работе, он в бурном возрасте нам наливала вина, чтобы мы засыпали. Раисе 38 лет. Она выпивает с 15-летнего возраста и прошла все стадии развития алкоголизма. Сейчас стоит вопрос о лишении ее родительских прав. Что будет дальше, зависит только от нее самой. Врачи говорят, если она соберется с силами, то сможет преодолеть зависимость. У детей из неблагополучных семей практически не остается выбора, как жить дальше. И они идут по протоптанной родителями тропинке. Постоянные запои, тунеядства и свои случайные, никому не нужные дети. Часто такие мамаши обнаруживают беременность лишь выйдя из запоя, уже на изрядном сроке. И не отягощают себя мыслями о том, чем они будут кормить ребенка и как воспитывать. Иногда они не выходят из запоя даже ради родов. Женщина умерла в нашем роддоме после родов от синдрома абстиненции, синдрома отмены. То есть она привыкла регулярно пьянствовать. После родов ей, конечно, режим родильного стационара не позволяет ей пить спиртные напитки. И она благополучно скончалась в роддоме. Спряки на звезда. Хоть в шубе в новой. В Щелковском медведь-развители 11 коек, и они не пустуют никогда. Сюда доставляют людей с улицы, тех, кто едва стоит на ногах. Многие из них – постоянные клиенты заведения. Привозят хронических алкоголиков, которые, извините меня, под себя ходят. Бывает такое. У нас даже вот, если посмотреть, там у нас под постынями вот такая вот медицинская клееночка лежит, чтобы матрас не портился. Такие очень часто бывают случаи, довольно часто, что вот человек буквально, когда встает с кровати, когда вот он встает, то там, ну не знаю, там, извините меня, мочи, там, ведро можно после него там вычеркнуть. Эти люди уже не имеют ни имен, ни фамилий. Они на самом дне общества. Главное их занятие – добыча даже не пропитания, а спиртного. У них нет ни семей, ни работы, ни будущего. Они живут, где придется, и, умирая, не оставляют после себя ничего. Люди, лечащиеся у нас, допустим, 4-5 лет назад, уже многие к нам не приходят, не из-за того, что они вылечились, а из-за того, что их уже нет на этом свете. А кто у нас здесь сейчас? А там никто не живет, бабушка жунгеровка. Ну, бабушка жуела, понятно. А как здесь свет включается? А там света вообще нет. А вот это кто спит-то гораздо. А кто там еще спит? Кто там спит? Не знаю, но вас надо спросить, вы тут живете-то? А ну, а ну, а ну, а ну. О, на, на. Слушай, там не тут случайно, а? О, здорово, ты кто? Мы обязаны при исследовании известного человека составить один словесный портрет и примерно определить его возраст. Для того, чтобы сократить круг поиска, что ли, его, и опознание. И когда узнаем, что ему на самом деле гораздо моложе, то, конечно, это бывает, удивляешься. Лет на 5, даже, а не раз 10. Не живу от того, что там муж умер у меня. Он жил с молодой. А я жила с другим мужиком. И я оттуда ушла. А где твой друг-то сейчас? Нет, умер. Алкоголики умирают рано. От отравлений, болезни, наслоившихся на ослабленный ядом организм в драках под колесами автомобилей, замерзают в сугробах на улицах. Они инвалиды по собственной воле. Пить или не пить, выбор есть всегда. И он только личный, ведь силой заставить бросить пить невозможно. По оценкам экспертов, к 2000 году Россия стала страной пьяниц. Лишь 4,5% взрослого населения страны – трезвенники. 15% – умеренно пьющие. У половины – стойкая алкогольная зависимость. И еще треть – хронические алкоголики. Таким образом, сегодня в России от алкоголя зависит 80% трудоспособных жителей. «Ты дурак, б***ь!» «Я дурак, б***ь!» «Ха-ха-ха-ха-ха!» «Ха-ха-ха!» «Ха-ха-ха-ха!» «Ха-ха-ха-ха!» Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан!